SCP-973 Призрак полицейского Объект номер SCP-973 Класс объекта Евклид Особые условия содержания Из-за свойства SCP-973 помещение в условия содержания не представляется возможным, поскольку объект представляет большую опасность, 60-километровый отрезок шоссе, на котором он обычно появляется, должен всегда находиться под спутниковым наблюдением. Любые транспортные средства, пытающиеся проехать по указанному участку шоссе между 22 часами и 4.30 утра, должны быть направлены сотрудниками фонда по объездным маршрутам к выездам. И нарушители должны быть немедленно арестованы и задержаны, если в том возникает необходимость. Описание. SCP-973 состоит из двух частей. SCP-973-1 Полицейская машина, внешне напоминающая патрульные машины, стоявшие на вооружении полиции штата. В начале 70-х Это транспортное средство, похоже, находится в крайне неисправном состоянии. Очевидцы в своих рассказах последовательно упоминали О больших вмятинах в дверях и капоте, треснувшем ветровом стекле, слое ржавчины и оторванном заднем бампере, наспех приклеенным клейкой лентой. SCP-973-2 представляет собой мужчину европеоидной расы в возрасте 40 с лишним лет, одетого в униформу, которую носили патрульные штата. Примерно в тот же период времени. Субъект описан как лысеющий, толстый и с кавалерийскими усами. SCP-973 появляется ночью, когда другое транспортное средство въезжает на определенную территорию, и, возможно, в том случае, когда выбранное им в качестве цели транспортное средство превысит определенную скорость. Этот предел изменяется. Среднее значение лимита скорости составляет 88,5 км в час, но иногда варьируется от 53 км в час до 112,7 км в час. Связи между различными пределами скоростей, ровно как и какой-нибудь предсказуемости в действиях объекта, до сих пор не обнаружено. Когда допустимый предел скорости будет нарушен, SCP-973 появляется приблизительно в 400 метрах позади транспортного средства, намеченного в качестве цели, и будет упорно преследовать жертву на высокой скорости со включенной сиреной и мигалками. При этом радиоприемник целевой машины будет проигрывать одно и то же зацикленное сообщение, состоящее из фразы «Беги!» Ругательство удалено. В процентах случаев SCP-973 настигает свою цель через 1-6 минут. В этом случае данные удалены. Останки 34 людей и 12 транспортных средств были найдены в пределах 6,4 км от шоссе. Типы повреждений, нанесенных телам, включают потрошения, изнахилования, данные удалены. А в трех случаях тела были искалечены до такой степени, что визуальная идентификация была невозможна. Пять оставшихся в живых людей находятся под опекой фонда. Все они понесли психологические травмы различной тяжести. Изучение транспортных средств показало наличие сильных ударных повреждений, как естественного характера, так и нанесенных каким-то предметом, а также следов возгорания внутри машины. Приложение номер один. Разрушение шоссе, на котором обитал SCP-973, оказалось неэффективным. Снос части шоссе в 1983 году привел к тому, что SCP-973 передислоцировался в настоящее место пребывания. Приложение 2. 08. 2000. Попытка захватить и поместить SCP-973 под содержание потерпела неудачу, что привело к смерти девяти агентов. SCP-973 предположительно был ранен, но не выведен из строя, поскольку вновь появился 9 дней спустя. Непосредственные отчеты указывают на изменения во внешности SCP-973-2, как показано в этой выдержке из интервью с агентом. После завершения операции. Агент? Я не могу сказать точно. Он выглядел иначе. Его глаза были красными, я помню это. А вместо рта была чёрная дыра. Ни зубов, ни языка, лишь отверстие. Мне некогда было его рассматривать. Я в этот момент думал лишь о том, как бы от него отбиться. Приложение 3. Область действий SCP-973, похоже, расширяется, а также увеличиваются промежутки во времени между его появлениями. Протоколы безопасности были адаптированы к этому изменению. Синее братство. Перевод. Доктор Бейкер закашлялся. Джентльмены, я думаю, что SCP нормально отнесётся к тому, кого посчитают за коллегу-офицера. Я предлагаю, что... То есть мы берём одного из моих людей, заставляем его разодеться в форму, отправляем его к ебанутишему убийце, чтобы мило поболтать. Капитан Мок Джеймсон сказал безэмоциональным тоном, перебивая доктора, ответственного за содержание. Ты предлагаешь, чтобы мы вообразили, что сейчас 70-е, и стали просто надеяться на то, что один из моих людей не загнётся. Это б***ть, пока ты и твоя шайка ху**сосных крысаебов в халатах слушает всю эту стрёмную херню по радио. Его голос сорвался в крик. Он ударил постул рукой. Из динамика на стене, подписанного как О5-4, раздался металлический голос. Спокойно, капитан. Не содержащиеся SCP – это серьёзная проблема. Мы готовы тратить существенные ресурсы, чтобы сдержать их. Мои люди не какие-то там ресурсы, которые можно тратить всякий раз, когда у нас мелкие проблемы, сэр. Джеймсон сказал последнее слово с такой же интонацией, как обычно говорят слово «сука». Динамик затрещал, когда О5 вздохнул. «Капитан, я не считаю их таковыми». Джеймсон собрался встать со стула. Его лицо покраснело, но динамик прервал его. «Но я не хочу, чтобы непойманный SCP с расширяющейся зоной действия и временем появления продолжал существовать без нашего контроля». Джеймсон сел, всё ещё кипя внутри. «А сейчас, доктор, продолжайте». «Похоже, что этот, так называемый офицер, это обычный рядовой. Именно так, у него нет высокого звания», — сказал Бейкер. «Вполне возможно, что он будет рассматривать вышестоящего офицера, ну, как вышестоящего офицера. Я думаю, мы должны послать человека, чтобы, по крайней мере, попробовать поговорить. Уж если не удастся поймать его совсем». Капитан Джеймсон фыркнул. «Поговорить с ним? Поймать его? Мы что будем делать? Просто прикажем ему войти? Просто скажем ему, что заберём жетон, если он не пойдёт с нами? Да как мы вообще привлечём его внимание без того, чтобы кто-то умер? Именно так, да. Мы прикажем ему войти, если это возможно. Может, его придётся оставить в покое после установления контакта. А привлечём его внимание, превышая скоростной режим на его шоссе. В среднем водители, едущие примерно со скоростью в 90 км в час, уже атакованный убитый психопатическим уё... Перебил его Джеймсон, только чтобы быть перебитым О5. «Слушай, капитан, у доктора Бейкера есть план, чтобы поймать SCP, а ты, капитан, мог фонда. Я понимаю, что доктор не полевой агент, и всю полевую работу будешь делать ты. Но я хочу, чтобы этот SCP был под контролем, солдат». Стереотипы из голливудских фильмов подталкивали капитана саркастически исполнить воинское приветствие. «Но где-то, наверное, были камеры. Всегда они были». «Я... Это жизнеспособный план, капитан?» Заикаясь, сказал доктор, пытаясь не злить солдата. «Это же ебанутый план, ты, халат лабораторный. А что дальше? Просто попросить 682-го перестать ненавидеть всё?» «Я... Ты... Это...» Джеймсон глубоко вздохнул. «Ты когда-то видел, как один из твоих людей умирает, доктор?» «Я... Я не полевой агент». «Нет, ты нет». Три коротких слова упали в диалог, как свинцовые гири. «Капитан, успокойтесь». Гавкнуло пять. «Вы сможете обеспечить нам человека туда?» «Туда? Да». «Эм...» — начал доктор, но замолчал под пристальным взглядом капитана. «Продолжайте, доктор!» — затрещал динамик. «Эх, вертолёт будет расположен так, чтобы вступить в дело в течение четырёх минут, не привлекая внимания. За вами будет следовать ещё одна машина, она сможет прибыть через три минуты». Доктор замолчал, стараясь не встречаться с глазами капитана. «Капитан, зная это, как думаете, это жизнеспособно?» Джеймсон нахмурился. «Возможно, но всё ещё...» «Чёрт, капитан!» Заскрипел опять, маска спокойствия спала. «Если вы не можете возглавить операцию, кто-то другой сможет. Вы, может, и ветеран, но вы же не настолько значимы, чтобы не отстранить вас от полевой работы». Агент Хантер беспокойно сидел в припаркованной полицейской машине у ресторана, принадлежащего SCP. Поиск такой занял немало времени даже у фонда. Винтажные полицейские машины с оригинальными номерами были не той вещью, которую обычно продают как предложение месяца в магазинах. Затем они модифицировали её, чтобы сделать настолько быстро и насколько возможно, без изменения внешнего вида. Незаметными были и добавленные камеры. Он поправил микрофон под непонятной униформой. Он не привык носить обычную униформу, да ещё и со значком. В 70-е у мужчин была другая фигура или что? Хотя бы пушку дали. И я надеюсь, приличное прикрытие. Капитан Джеймсон влез в машину, заставив её подпрыгнуть. «Не волнуйся, Хантер, просто придерживайся сценария и всё будет хорошо. Ты сержант государственной полиции, он рядовой. Аварийная ситуация и он последует за тобой. Самое главное сейчас 76-й год. Если что-то пойдёт не так, я буду за пулемётом в вертолёте Куртиса. А Блэк присоединится к тебе со второй командой на машине поддержки. Команда 3 выдвинется вперёд. У тебя было уже много таких заданий», — сказал Джеймсон тоном, которым он пытался изобразить бодрость. «Но не против реального SCP-объекта, сэр», — ответил Хантер. «Спокойно, всё бывает в первый раз. Я думаю, пора двигаться. Время действовать через 5 минут, Хантер. Увидимся потом», — сказал Джеймсон, прежде чем уйти и залезть в вертолёт. Хантер слушал, как взлетает вертолёт, а через 2 минуты выехал с парковки, помахав рукой машине команды слева. Довольно скоро Хантер гнал по шоссе со скоростью близкой к 90 километрам. Не прошло много времени, прежде чем он услышал сирену и увидел огни. Он сразу же затормозил. Он посмотрел в зеркало и увидел разъеденную ржавчиной разбитую полицейскую машину, с лобовым стеклом, покрытым трещинами, которая остановилась за ним. Из неё вышел упитанный человек. Когда этот человек подошёл ближе к Хантеру, он видел униформу государственной полиции с кобурой с пистолетом, что он носил. Человек остановился у окна со стороны водителя и наклонился. Когда Хантер опустил окно, он встретился с невозмутимым взглядом и кавалерийскими усами на лысеющей голове. Тем временем капитан сказал Куртису держать вертолёт в километре от места действия и указал группе 2 начинать движение. «Сэр, вы не...» «О, вы такой же офицер», — сказал рядовой удивившимся тоном. «Я сержант, да». «Я немного тороплюсь, рядовой», — ответил Хантер. «Надеюсь, что он прозвучал менее напряжённо, чем было на самом деле». «Я вас не узнаю, сержант, но я патрулирую эту местность не так долго. Как вы сказали, вас зовут?» «Я не говорил. Я сержант Хантер. Мне нужно, чтобы вы проследовали за мной, рядовой», — ответил Хантер. В вертолёте капитан Джеймсон скривил лицо. Он хотел быть ближе, но не хотел выдавать себя шумом винтов. «Хантер, да?» — рядовой почесал затылок. «Я не слышал о тебе. Ты новый?» Рядовой, похоже, собирался задать множество вопросов, а в его глазах был странный блеск. Хантер почувствовал струю пота на спине. «Нет, рядовой, я тут уже какое-то время. Я сержант, в конце концов. Мне нужно, чтобы вы следовали за мной. У нас тут особый случай. Все офицеры должны двигаться туда, но без сирен. Понятно, рядовой?» Хантер почувствовал, как теряет самообладание. Слыша это, Джеймсон снова зарычал. Он сказал группе 2 быстро двигаться на позицию. После этого он добавил, чтобы те двигались так быстро, насколько это возможно. «Да, сержант, я сейчас вернусь в машину. А когда ты начал работать ещё раз? Я думаю, мой друг Джим может знать тебя». Хантеру показалось, что этот человек не хочет сдаваться. Глаза рядового стали ярче и заблестели сильнее. «1976-й, рядовой», – сказал Хантер. «Теперь двигайся в машину, рядовой». «Нет, это не так», – прорычал рядовой. Он вытащил пистолет, а его рот открылся слишком широко. «Сейчас только 1973-й». Хантер побледнел. Повернул ключ зажигания и вдавил педаль газа. Пули дырявили двери и окна. В зеркало заднего вида он видел, как рот рядового увеличивается, а глаза начинают гореть. Радио включилось само по себе. «1973-й, ты, блядский лжец! Ты, лгущий ебанат, беги, ебанат!» Всем группам выдвигаться, прикрытие скомпрометировано, – кричал Джеймсон в гарнитуру. Когда Хантер понёс всё так быстро, как он мог, в его голове не осталось мыслей, кроме тех, что говорили о его глупости. Где-то в глубине своего сознания он понимал, что бампер той машины тащится по земле, а дверь со стороны водителя сильно помята. Затем он услышал сирену. «Беги, ебанат, беги, ебанат, беги, ебанат!» Крик из мегафона заставил его найти возможность ещё ускориться. Теперь он ехал настолько быстро, насколько мог. «Где вы, блин, парни? Группа 2, группа 3, ответьте!» Капитан Джеймсон кричал в свою гарнитуру. «Группа 2, подходим. В двух километрах. «Беги, ебанат, беги!» «Группа 3. Меньше, чем в километре, и быстро приближаемся. Ох, бл...» «Беги, ебанат, беги!» Огни мерцали, выли сирены, визжали тормоза. И всё это перекрывалось шумом вертолёта, прибывшего вовремя для того, чтобы капитан Джеймсон увидел, как водитель машины группы 3 был ослеплён. А машина прижата к дереву автомобилем Хантера, получив мятину на капоте и пассажирской двери. Группа 2 подошла ближе к разбитой машине рядового, в то время как Джеймсон приготовился стрелять по ней из пулемёта, установленного в вертолёте. Он на мгновение задумался. Как-то такое ведро с болтами может ездить так быстро. «Беги, ебанат, беги!» Звуки стрельбы тяжёлого пулемёта заглушили всё остальное. Доклад о миссии. Задача. Попытка поимки SCP-973. Задействованный персонал. Доктор Бейкер, капитан Джеймсон. Результат. Провал. SCP-973 всё ещё не содержится. SCP-973-2, похоже, не знает или, возможно, не хочет знать, в каком он времени. Но, по крайней мере, теперь он знает, что он не в 1976-м. Последствия этого не ясны. Так или иначе, территория SCP-973, похоже, растёт быстрее, чем раньше. Потери. Данные удалены. Примечание. А я себе б***ь говорил, капитан Джеймсон. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...